Однажды два мальчика шли по улице города Ланус в Аргентине, когда они увидели нечто ужасное. Это была собака, шерсть которой полностью покрывала смола. Было непонятно, упал ли пес в смолу сам или кто-то бросил его туда, чтобы он там умер. Очевидно было одно, дворняге срочно требовалась помощь, иначе она бы просто не выжила. Давайте посмотрим, что произошло дальше. Собака, облитая смолой собаку, которая едва могла двигаться, доставили в приют Зуносис Ланус, где волонтеры на протяжении пяти часов чистили ее, чтобы удалить всю смолу. Волонтер Мириам Артиллада уверяла, что это было очень трудно, потому что раньше они с таким не сталкивались. Мы купили много чистящих средств, мы посмотрели все, что можно, в интернете, мы пытались наобум, проверяя все шампуни и методы очистки, рассказывает она, но все это было неэффективно. Очистить собаку казалось невозможным. Но вот, просто по наитию, мы стали чистить ее постным маслом, и оно начало хоть постепенно, но работать. Чтобы полностью очистить смолу, мы использовали пять литров масла. Пусть Петро будет счастлив. Песик получил имя Петро, что по-испански означает нефть. Сначала ветеринары беспокоились о том, что собака будет страдать от интоксикации, так как смола была не только на шерсти, но в ее ушах, ноздрях и даже в кишечнике. Тем не менее, Петро с каждым днем чувствует себя все лучше. Спасатели из приюта заявили, что вскоре, когда Петро совсем выздоровеет, его стерилизуют и будут пристраивать в любящую семью. Хочется пожелать ему, чтобы так и было. Польза муниципальных приютов «История пса Петро» — это символ того, чего можно добиться, когда любители животных действуют вместе. В моем родном городе вот уже пять лет работает коммунальное предприятие «Лев» — ветеринарно-стерилизационный центр для беспризорных животных. Его сотрудники и добровольцы, используя европейский опыт, разработали собственную концепцию сокращения численности бездомных собак и помощи им. Команда ловцов ищет беспризорных собак, забирает их, проводит комплексное обследование, стерилизует, вакцинирует, обрабатывает от клещей и паразитов. Если животное в беде или больное, его лечат и всячески ему помогают. Если в течение 15 дней собаку не удалось пристроить в семью, ее чипируют, информацию вносят в международную базу данных и выпускают. Такая же модель действует и в случае с беспризорными котами. Но при этом за собакой или котом следят и все равно пытаются ее пристроить с помощью прессы, социальных сетей и собственного портала. Сейчас во Львове обсуждается возможность создания пунктов кормления и обогрева бездомных животных, которые будут содержаться на балансе городского бюджета. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.